Девочка-пай Этот фильм мы посвящаем нашему любимому руководителю, дорогой Атарю Палыч. В этом фильме мы попытаемся рассказать о том времени, которое провели вместе с вами. Вспомнить о нашей юности, творчестве, дружбе и любви. И еще раз сказать вам огромное спасибо за все. В далекой Грузии, в семье Анисий и Павла Туршиевых, 15 февраля 1955 года родился сын Атари. После окончания школы он поступил на химико-биологический факультет Ставропольского государственного педагогического института Ордена Дружбы Народов. И создал ансамбль кавказского танца и студентов этого вуза. И среди участниц этого коллектива встретил свою будущую жену Наталью, которая впоследствии стала соавтором его творческих работ и спутницей жизни. В это же время на базе школы номер 64 Атари Павлович основал детский ансамбль кавказского танца «Сихорули». И уже 3 октября 1981 года лучшие 12 человек выступали на сцене. Костюмы были сделаны экспромтом, но были настоящие ячейки и кинжалы, которыми ловко орудовали юные танцоры. После этого концерта количество мальчиков, желающих танцевать в этом ансамбле, резко возросло. А некоторые пришли в секцию каратэ, так как Атари Павлович, зная психологию детей, пошел на хитрость и объявил дополнительный набор в эту секцию. А танцы, по его словам, будут дополнением к основным занятиям. Так как в ансамбле «Горянка» были в основном студенты из педагогического вуза, было организовано шество над детьми и из ансамбля «Сихорули», которые им оказывали помощь в подготовке домашних заданий, потому что Атари Павлович строго следил за успеваемостью и ругал за плохие оценки. Через несколько месяцев ансамбль перевели во дворец сельского хозяйства. На этот момент это был единственный детский ансамбль кавказского танца в городе Ставрополь. И он очень быстро завоевал популярность. Ансамбль становился лауреатом, дипломантом городских, краевых и всесоюзных конкурсов. Детки выступали перед тружениками сельского хозяйства в полях, перед ровесниками в пионерских лагерях, перед отдыхающими в санаториях, принимали активное участие в культурной жизни страны. В 1986 году дворец сельского хозяйства расформировали, и ансамбль «Горянка» и «Сихарули» перешли во дворец имени Гагарина. Где ансамбль «Горянка» был переименован в «Казбек», ансамбль «Сихарули» существует до сих пор. Продолжение следует... Участникам ансамбля пошили настоящие именные костюмы. Мальчикам рубашку, две черкески, красную и черную и ячиги. Девочкам акушинский костюм и длинное платье. Девочкам акушинский костюм и длинное платье. Но название «Горянка» не пропало, а возродилось в женском коллективе, созданном Атарием Павловичем в педагогическом вузе на базе факультета общественных профессий. Ансамбль «Казбек» ввел активную гастрольную деятельность по краю и стране. Ростов, Полгодонск, Москва, Куйбышев, Кишинев, Тольятти, Нальчик, Черкесск. Вот неполный перечень городов, где побывал с концертами коллектив. Девочкам акушинский костюм и длинное платье. Девочкам акушинский костюм и длинное платье. Один из ярких моментов деятельности ансамбля была поездка за границу в Польшу. Для этой поездки полгода ребята зарабатывали, выступая в отдаленных уголках Ставропольского края, на кошарах, на полевых станах. И вот мы у границы Польши. Прождав 6 часов, съев все домашние запасы, все были приятно удивлены огромной пачки жареных пельменей, которые предусмотрительно приберег Сергей Гнездилов. В этой поездке после выступления мы знакомились с достопримечательностями страны. Мотыли древния лим, конинку пульаны, Цукровые баты, и спирника хаты. Субтитры делал DimaTorzok Одним из курьезных моментов была потеря Марины Мамлеевой, которую доблестные пульские полицейские доставили к нам в целости и сохранности на машине с мигалками. Время, проведенное в коллективе, было незабываемое, наполненное юмором, смехом, хорошим настроением и доброжелательным отношением друг к другу. Вместе проводили праздники, отмечали дни рождения, организовывали выезды на природу, дарили фотографии и сочиняли стихи. К воскресенью пироги пекли, наряжались как могли, на лугах венки плели, босиком на танцы шли, башмачки в руках несли. Именно в такие моменты зарождались дружеские отношения, которые длятся всю жизнь. И первые светлые чувства, в результате которых создавались семьи. Свадьбы отмечались вместе, всем ансамблем, весело, задорно. И, конечно, они не обходились без живого кавказского танца. Антон, Андре, Симон, Мария, Тереза, Франсуа, Изабель и Иия. Пусть у каждого своя семья, но слетаются друзья. В нашей юности края не бегут к реке мужья, жены, дочки, сыновья. Антон, Андре, Симон, Мария, Тереза, Франсуа, Изабель и Иия. Антон, Андре, Симон, Мария, Тереза, Франсуа, Изабель и Иия. Танцы для многих участников ансамбля стали не просто хобби, а смыслом жизни. Елена Слепенко вела танцевальный кружок в школе номер 21. Ольга ранее создала два коллектива – детский ансамбль современного танца «Уличный балет» и шоу-балет «Нокс», которые тоже являются лауреатами и дипломантами краевых и международных конкурсов. Гуран Цитейшвили стал преемником дела Атарии Павловича. Также принимает маленьких деток. Также воспитывает и прививает любовь к танцам. Он справедливый, требовательный и любимый руководитель у детей и их родителей. «Нокс» Ансамбль «Сихароли» уже отметил свой 30-летний юбилей. А в 2013 году Казбеку исполнилось 65. Ансамбль «Сихароли» сейчас являются очень известными коллективами в городе Ставрополь и далеко за его пределами, так как ведут очень активную гастрольную жизнь. Франция, Польша, Испания, Турция, Голландия, Марокко, Венгрия, Чехия – вот неполный перечень стран, жители которых благодарили их за радость, подаренную им от общения с кавказским национальным танцем. Англай Тарипалыч, от всей души хочу поздравить вас с вашим юбилеем. В этот день я хочу пожелать вам всего самого-самого наилучшего, прежде всего здоровья. Будете здоровы вы, будет здорова ваша семья. Будет здорова ваша семья, у вас будет радостно на душе. Поэтому хочу пожелать вам, чтобы этот день, день вашего юбилея, пусть будет самый плохой в вашей жизни. Стол, который будет накрыт в этот день, пусть будет самый бедный. И та широкая дорога, по которой вы идете, пусть никогда не станет узкой тропинкой, чтобы на ней всегда хватало места. Вашим близким, друзьям, чтобы все ваши мечты сбылись. Всего вам самого-самого наилучшего. Дорогой Тарипалыч, поздравляю вас с днём рождения. Желаю вам огромного счастья, везения, отменного здоровья и всегда бодрого настроения. Пусть дом ваш будет полной чашей, а вокруг всегда будут любящие, родные и верные друзья. С днём рождения. Добрый день, уважаемый Тарипалыч, поздравляем вас с днём рождения. Желаем вам всего самого прекрасного. Ваш юбилей, он всё-таки как-никак даёт знать о том, что у вас много осталось ваших учеников, которых вы учили не только танцевать, но ещё и по жизни. Вы были нам, как можно сказать, вторым отцом нашим, поэтому очень приятно лицезреть вас в хорошем виде и то, что вы продолжаете своё искусство учить, танцевать и учить по жизни. Спасибо вам, ещё раз с юбилеем, всего доброго, привет с Москвы. С днём рождения, Тарип Павлович. Я поздравляю вас с вашим днём рождения. Хотя очень сложно представить вас 60-летним. Наверное, вы всё такой же молодой, быстрый. И чувство юмора у вас такое же потрясающее. И я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы привели во мне на всю жизнь желание двигаться, желание заниматься, желание не толстеть. И благодаря вам я не могу жить без движения. Я всё время чем-то занимаюсь, какими-то танцами, хореографией, пилатесом. И здорово то, что именно благодаря вам и благодаря привитой вами культуре спортивного образа жизни я смогла сохранить своё здоровье на долгие годы. Спасибо вам за это большое. Надеюсь, что вам хорошо живётся в замечательной стране. Может, даже лучше, чем нам. Хочу пожелать вам в ваш день рождения здоровья, вам, вашей семье, вашим детям. Надеюсь, уже и внукам. Пусть у вас всё будет хорошо, потому что вы хороший человек. Классно было бы, конечно, когда-нибудь встретиться и рассказать друг другу, как прошли 20 лет нашей жизни. Ну, вот хотя бы так. С днём рождения вас, Тарий Павлович! Уважаемый Атарий Павлович, от имени по поручению правительства Российской Федерации и от нашей огромной семьи мы с удовольствием поздравляем тебя с твоим юбилеем, желаем тебе крепкого здоровья, мирного неба и финансового благополучия. Мы тебя любим, помним, уважаем. Очень любим, уважаем. С днём рождения! С юбилеем! Уважаемый Атарий Павлович, разрешите поздравить вас с днём рождения, пожелать вам здоровья, творческих успехов, всех благ в семье, жизни, вокруг друзей, всего-всего самого лучшего, что можно пожелать хорошему человеку от души. Я вас не забыл, всегда вспоминаю добрыми словами. Я думаю, даст Бог, увидимся в ближайшее время и пообщаемся. Дорогой Атарий Павлович, хочу поздравить вас с днём рождения и пожелать вам крепкого здоровья. И чтобы ваша жизнь была сладкой, как этот торт, и полной, богатой, как этот бокал вина, шипучей и детельной, как это шампанское. Чтобы вы всегда держали нос кверху, и чтобы ваши отношения в семье с Наташей были такими же нежными, как у этих южных пенгелинов. От всех наших ребят, кто не смог прийти сегодня поздравить вас, ещё раз поздравляем вас с днём рождения и хотим сказать, что мы вас помним и очень любим. А если вы не узнали меня, то я Лена Слепенко. Пока! Ну, здравствуй, дорогой Атарий Павлович. Что я тебе хочу сказать? Хочу тебе пожелать этим маленьким бокалом, ну, с большим чувством, пожелать тебе огромного здоровья. Здоровья столько, сколько снега на Сахарине. Счастья, чтобы тебя все любили, как любим мы, даже больше. Будь всегда таким, каким ты для нас остался 30-летним. Твои 60 лет, я не знаю, я не верю в то, что тебе 60, душой 30-летний. С днём рождения, дорогой мой! Любви, здоровья, счастья! Давай, пью за тебя! Дорогой Атарий Павлович, от всего сердца поздравляю вас с юбилеем. Здоровья, счастья, тепла, всего самого хорошего. Спасибо судьбе, что вы встретились на моём пути, что когда-то вы заметили меня среди 100 человек, которых был отбор, и пригласили на кавказские танцы. Сроду никогда не танцевала, мечтала о танцах, но не думала, что будут танцевать кавказские танцы. И благодаря вам я полюбила этот вид искусства, всей душой. И это почему? Потому что в первую очередь был замечательный руководитель этого Атарий Павлович. И вокруг вас всегда собиралась молодёжь, всегда вокруг вас оставались люди, которые были близки вам и мне. Здесь я нашла свою судьбу, своего супруга, любимого, уважаемого. Спасибо вам за всё. И ещё 60 лет – это не возраст, это средний возраст для мужчины. И ещё я хочу сказать спасибо Наташе, что она рядом с вами. Любимый мой Тарий Павлович, творите, любите и мечтайте. Я вас очень люблю. Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!